Привет всем, рады увидеть вас на моем YouTube-канале «Волонтеры Дерри». Меня зовут Светослав, я волонтер из Хакев. Здесь, на моем YouTube-канале, я описываю новости о войне в Украине, о волонтере жизни, о civilе жизни, о войне жизни. Давайте начнем. О войне жизни. Немножко, мое новое из Украинской фронт-лайны, что мы должны вернуться от Авдиевка. Русские уже оккупили Авдиевку, и русские продолжают двигаться после Авдиевки в ближайшие деревья и города. Немножко мы можем остановить этот движение, но, впрочем, из-за недостаточного оружия, недостаточного защиты от наших альянсов, альянсов, извините, из Европейской унии и Соединенных Штатов Америки, впрочем. Таким образом, мы надеемся на получение этого вооружения вооружения, чтобы остановить этот движение. И, по-другому, мы можем потерять много украинского территория для русских, для русских оккупаций. Также русские отправили авиадов в Одессу, в Днепро, в Запорезье. Эти ночи в Одессе были очень громко. В какой-то момент были успешны, впрочем, вероятно, приступили шехерам к некоторым targetам. Это были жильные дома и здания. Я знаю, что три человека смерти, впрочем, потому что в этой атаке я хотел бы отметить человека. в Одессе. Таким образом, мы наступили ночью ночью. Также русские могут использовать стратегическую авиацию, как 295-160, но мы ждем новую атаку. И мы увидим. Таким образом, плохая ситуация в фронт-лайне в Запорезьях и в Херсонх и в Северной части Украины. Таким образом, мы потеряем нашу позицию. Мы потеряем в этой борьбе. Мы потеряем нашу фронт-лайну сейчас. Ситуация волонтеров не лучше, чем в войне. Потому что мы потеряем донации, потеряем денег, потеряем поддержку. У нас много требований от людей. У нас требований от людей в Болтаве и в Болтаве регионах. У нас требований от Хакев и в Хакев регионах. Много требований для найти и потратить. Я могу сказать, что на втором половине части февраля мы потратили около 40 тысяч гривенов. Это примерно 1000 долларов. означает, что мы потратили больше денег, чем мы можем получать, чем мы можем сами собственные собственные Например, мы потратили 40 тысяч. Мы потратили 13 тысяч. Видите, что разница очень большая. и я много повторяю, что у нас есть вопросы из Красноград, из Полтавы, из полтавы, из милитарных солдат, и людей, которые нужны медицинские и так далее. Из Хакив, где мы нужны медицинские медицинские и так далее. В Хакив мы пытаемся посетить людей, которые нужны медицинские и завтраки. Это означает, что мы должны двигаться машиной, покупать продукты, и так далее. Это очень дорого и тяжело чтобы помогать людям, unfortunately. В Украине без новостей новостей ситуация такая. Люди без работы, люди без денег нужны помощи продуктов, и так далее. Много рекомендаций, много звонков мы получаем днями, часами, и так далее. В общем, я думаю, это все новости. Мы вернемся в БЕТА, что мы получим поддержку от Америки и Европейской Унии. Я думаю, что наши украинские люди смогут поддержать нас в Хакиве. все спонсоры, все мои друзья, все мои коллеги, и так далее. В Украине и в мире чтобы собрать какие-то донации. Мы вернемся в БЕТАЛИФ. Вы можете донировать и нам деньги используя PayPal или банк. Все видео и фото вы можете видеть в моем Instagram и в моем в комментариях я делаю дейли. Это все, что я бы хотел compartir с вами. До встречи! Подписывайтесь! До свидания!